всем привет дорогие друзья сегодня будем готовить батончики мюсли я их буду очень легко готовить и быстро потому что я буду делать их в микроволновой печи но если у вас нету микроволновки то можно делать в духовке для этого я взяла финики но я заранее освободила от косточек они у меня такие прям как медовые чернослив взяла еще затем кунжут 1 столовая ложка меда банан желательно спелый и геркулес вот такой овсяные хлопья которые варятся быстро вот пять минут вот они у меня вот такие значит для этого я буду сухофрукты пропускать через блендер немножко добавлю овсянки все это прокручу затем добавлю банан закладываю банан так бананом отправляем хлопья немножечко дальше крутим в блендере и так вот такая консистенция у нас получается сейчас мы сюда отправляем столовую ложку меда как я сказала можно еще побольше у меня тут остатки мед отправили теперь отправляем кунжут кунжут и вот у меня примерно наверное 100 грамм здесь я добавлю чуть меньше 100 грамм на глаз я все это делаю вы тоже делаете как хотите по желанию можно вообще кунжут не добавлять можно вообще его заменить орехами чем хотите замените дальше значит у нас идет хлопья идут опсяные ножи все это нужно тщательно перемешать и оставить минут на 5-10 отдохнуть так значит вот моя смесь настоялась такая вот красота получилась у меня вот смотрите я беру прямо тарелку от микроволновки застилаю ее пергаментной бумагой слегка смажу растительным маслом так и отправляем сюда значит нашу смесь так нужно немножечко если вы видите что много смесь получается то можно на два раза разделить мы делаем такие батончики не толстые и тонкие примерно 2-3 сантиметра толщиной вот таким образом разглаживаем ее по поверхности формируем ее так вот придаем форму так смотрите значит меня вот так вот получилось такая красивая форма я буду отправлять в микроволновку на 10 минут готовность проверяем вот таким образом то есть если не прилипает то все уже готово пока значит наш пирог горячий его нужно разрезать на батончики вот на такие вот небольшие кусочки режем и даем остыть полностью как они остынут можно смело кушать я вам советую готовить такие батончики часто потому что они очень-очень полезные даже массе подтверждает они очень полезны и отличный перекус ну что мои батончики уже готовы я их разрезала значит они такие пока еще горячие мягкие вот как они остынут уже будут чуть чуть потверже тут некоторые вот у нас остывшие вот даже видно можно почувствовать как они немножко такие тверже чем чем некоторые попробуем безумно вкусно вот обязательно готовьте не пожалеете они очень вкусные очень полезные их можно брать с собой на работу на учебу или просто на прогулочку готовьте с удовольствием всем спасибо пока пока